Открытие парадоксальное. Его даже изначально, когда Гордон Шумерн его в 1997 году озвучил, его посчитали фантазией и экспериментальной ошибкой. Но с 2001 года теория дефолт-системы мозга и вообще сетевого функционирования мозга была сформулирована Маркусом Рычелом. И сейчас мы понимаем, что это именно так и работает. Что у нас действительно мозг в покое, когда вы не решаете никаких каких-то существенных серьезных задач, ваш мозг очень активно функционирует. Что он делает? Вы навоспринимали кучу всякой разной информации, он ее собирает, и после того, как он ее собрал, он дальше начинает моделировать для того, чтобы для вас лучший ход придумать. Ну вот вы, например, сидите и думаете, как бы вам так поговорить с начальником, чтобы вам повысили зарплату. Но вы же не сидите специально тогда, вы просто обнаруживаете себя уже говорящим с начальником про зарплату. Думаете, а вот хороший момент. Что такое? Ваш мозг реконструировал все ваши отношения с начальником, и с ним вы обсуждаете зарплату. И это происходит без вашего участия. И самое важное, что мы должны просто про самих себя понять, что вмешиваться в этот процесс и пытаться его организовать, это все равно, что научить сороконожку уходить строевым шагом по Красной площади. Это не работающий механизм. Мы можем дать нашему мозгу дополнительную информацию, которую он будет просчитывать, учитывать и так далее, понимая, как лучше пройти между струей и добиться желаемых целей. Потому что он думает про ваши цели. Он думает про то, что вам нужно. Ну вот. Но вы объяснениями можете все прекратить, ложными вспоминаниями можете все испортить и так далее, и так далее, и так далее. Но в целом, если вы начнете ему доверять, и если вы начнете снабжать его нужной информацией, он будет ее обрабатывать, учитывать и дальше находить максимально эффективные способы поведения в тех ситуациях, когда вам надо добиться результата. Вот. И за это отвечает дефолт системе мозга. Субтитры создавал DimaTorzok